Реалистично, но то, что касается предпринимательства, здесь вообще проблемы нету. Наши руководители, вышедшие из аграрного сектора, они нихрена не читали Ленина. Потому что Ленин писал, что ежеминутно и ежечасно рождает капитализм. Китайцы это прочитали. Китайцы читали классику, если вы знали. Частное предприятие, прихожу, они изучают труды Ленина. У нас частное предприятие что обсуждает? Какие купить колготки. И поэтому у китайцев была такая модель, никакой приватизации, потому что начнут делить собственность эти бандиты партийные и прочие функционеры. И они стали строить по Ленинской теории. Именно на малом бизнесе, на мелком производстве оно развивается, это собственная база. Это база и социальная, и политическая, и организационная. И ничего делить не надо, они никакой приватизации реально не проводили. И когда стал расти малый бизнес, он стал расти больше, средний, крупный. Потом они приезжают сюда и говорят, мы вам построим торговый центр. Потому что вы, ребята, нихрена именно не считали. А мы вот развились и мы сделали этот бизнес. Все, теоретическая ошибка вышла, получилась. Исправлять ее надо? Надо. Ну так а что за проблема? Не трогайте крупные предприятия. Китай с самого начала понял. Трогать нельзя. Это социалистические предприятия. Там сотни тысяч людей. Начнут их делить, там работы не будут. По России показали. Начали приватизировать. Все на предприятиях занимаются деложкой. Кому комбайн, кому машина, кому станок. А генеральный путь это развитие мелкого товарного производства. Который расставит среднее товарное, крупное товарное. Становится крупными компаниями. И прочее, прочее, прочее. То есть капитализм, бизнес должен расти на собственной основе. Его нельзя сделать из гомсельмашек. Нельзя сделать будет, как называется, американской компанией. Джин Дир. Джин Дир. Никогда не получится. Даже если будут управлять 20 лауреатов Нобелевской премии в области экономики, никогда этого не сделают. Вопрос, когда вы говорите. Ис-дерьма, соответственно, не сделаешь. Вы против приватизации, я понимаю, да? Да я не против, я считаю это глупость. Хорошо, ну против, так иначе. Да, но глупость вообще не надо поощрять. Так иначе против. И вопрос следующий. Если Иван говорит, проведированный взгляд, что вот есть рента, которые делят администрации разных уровней, там, министерства, ведомства, получается, если констатация факта, что госсобственность управляется крайне неэффективно, порождают там 2-3 миллиарда долларов мертвых активов в год, они являются источником роста задолженности, они искажают комплиентное поле. А вы говорите, против приватизации, по сути дела, это тупик. Не, ну конечно. Тердически-то. Где вы видели приватизацию? Вы видели плогану страны. Просто давайте вот это очень важный вопрос, да? Да. Если бы государственный сектор работал на разных условиях частных, не вопрос, работайте. Вот сейчас мы здесь вот работаем, да? Лукашенко встретился с китайцами, сказал, помогите нам сделать такую же госструктуру, как СИТИ. Ну, международно. Да, СИТИ, она работает по всем правилам IPO, там, Нью-Йоркская фондовая биржа, это абсолютно рыночный инструмент. Вопрос. Смогут ли теоретически в Беларуси создать такую компанию, как СИТИ? Компания китайская, которая, например, там, китайская China Mobile, China Bank, они работают в списке везде, потому что у них правила идти на международный, у них не внутренние китайские правила, а у них русские правила. Пойдут ли наши власти на то, что в Беларуси появилась компания, которая будет работать не по правилам Минского госполкома, Совета Министров, а по правилам Нью-Йорка и Лондона. Так, значит, что я хочу сказать. Вот это очередная иллюзия. Александр Горомич решил, что вот можно опять насадить какой-то ебут. Я помню посещение первое у меня было Шанхайской биржи. Это была первая биржа в Китае. Шанхайская биржа руководил старый коммунистический такой пенсионер. Он прошел пытки, он там боролся с империализмом. И я помню, он руководил биржей. А как руководил биржей? Мы приезжаем к этой бирже, а там бьют морду другому китайцам. Значит, идет борьба. Идет борьба за собственность. А теперь вот давайте мы перенесем вот это, то, что Китай прошел быстро, развивался, эволюционировал. Сейчас мы приедем в Беларусь, и я вам тоже привяжу эти самые пирожки. То есть вопрос. Не получится. Где вопрос получится? И хорошо, что не получится. Ну что в чистом виде не получится, но получится. А что дальше? А вы не желаете продавать комбайны в Канаде. Чтобы продавать в Канаде, надо иметь систему. Системы этой нет. Друзья, Аня Конопанская как депутат, человек, который работает над законом о приватизации. Самое золотое слово, что сказал Иван, это то, что мы, особенно власть, забыла сегодня про то, что право собственности должно быть священное и незыбленное. Но мы, с другой стороны, не понимаем, что для власти сегодня создать класс собственников, у которых есть земля или средства производства, или предприятие, это угроза сегодня для самой власти. Потому что она потеряет вот эти административные ресурсы, вот эти административные точки, и она не будет уже способом создать вот эту колониальную, внутреннюю колониальную систему. И поэтому сегодня власть готова делать видимость каких-то реформ, но самое страшное, что сегодня власть все, что делает, все равно делает за закрытыми дверями на коленке. У нас все равно мы не можем сегодня, мы можем участвовать, там, один, два, три человека, там, в совете по предпринимательству, в каких-то заседаниях, но мы не можем все равно создать какую-то широкую коалицию давления на эту власть. И это тоже очень большая проблема, потому что Минский столичный союз предпринимателей, у них огромная база, но ее недостаточно одной для того, чтобы продавить какое-то решение. То же самое есть, там, белорусская конференция, но она все равно не способна, так может быть, надо сегодня уже объединиться и союзом, и предпринимательным, может быть, там, как бы гражданам, да, и найти каких-то людей во власти, которые, понятно, что они, может быть, не будут там за реформу, но они будут как-то видеть новый путь развития, там, в Беларуси, да, и в рамках своих задач, озвученных президентом, там, сто тысяч, вернее, сто миллиардов долларов, да, они для себя, да, чтобы защитить свое кресло, если будут вы заняться на этом кресле, они тоже готовы будут вот помогать. Вот, наверное, надо все-таки, как вчера говорилось, просвещением говорить о том, что собственность, если священная, ее нельзя забирать, даже если вдруг президенту захотелось забрать. Нет, если вдруг захотелось, то, что я забираю. А, считаешь ли, что у чиновников, грубо говоря, сидели на ренте, не появляется желание все-таки формализовать свои правособственности в экономике, потому что вопрос при их ученстве, да? Есть, оно есть, и мы его видим, они хотят быть больше не собственными, они хотят быть реально не собственными, они управляют чужой, пусть даже государственной, и это очень четко видно, да, и если у них нет возможности сейчас ее приватизировать и стать собственными, они, по крайней мере, пытаются украсить этот кусок пирога, там, модернизируя ее, да, там, строя новое предприятие, да, то есть взрывать вот этот вот кусок бюджетного пирога, там, получить какие-то новые, там, через указы президента финансирование. Построить новый завод, да, это все видно, и это на графике говорит о том, что они хотят быть собственными, но они не могут это сделать в рамках сложившейся вот этой системы. Леонид, у тебя есть основной ссор, что они хотят быть собственными, вопрос другого, что вопрос, если стоит, как ты становишься собственными? Нет, вопрос стоит только, готовы ли они быть собственными, они не умеют управлять этой собственными. Ну, не все такие же там. Друзья, опять, совсем включать, да, в принципе, у Лени есть великолепный методологический инструмент, анализ о любых спорных ситуациях. Ну, пожалуйста. Ну, я как раз не собирался использовать, я сейчас хочу рассказать, да. Леня, барьеру! Хочу рассказать следующее. Первое. Беларуси необходимо поменять конституцию. У нас государство должно быть во вторую очередь социальным, а в первую очередь экономически эффективным. Что такое экономически эффективность соотношения затрат и результатов? Вот когда это будет присутствовать на всех уровнях, тогда у нас поймут, что нам не нужна область полкома совершенно, что нам надо передавать все эти полномочия вниз и полномочия бюджета соответственно, что нам не нужны эти министерства, это абсолютно пустые органы. Ну, оставить там буквально парочку, по минимуму, Минюз, там и так далее. Наоборот, отец, а наоборот. Ну, я высказываю свою точку зрения. Да, дыра, все липидеоли. Они не нужны. Это пустота. Я за приватизацию, безусловно, потому что они будут губить всю страну и губить частный сектор, губить общество. Значит, вопрос в форумах, действительно, как это сделать? Тянуть бесконечно этот труп накачивать лекарствами, да? Это один разговор. Или создавать такие предприятия монополистов, которые будут задирать цены и грабить всех нас? Дело в том, что мы попали в жуткую ситуацию. Вот я посмотрел то, что Иван рисовал, писал. У меня совершенно четкое понятие, что предприниматели правили в декретный отпуск. В декретный мерсимый? Вообще в декретный отпуск. Понимаете, вот сегодня они находятся в декретном отпуске. Ну, то, что касается приватизации, вообще не надо бояться того, что мы не занимаемся приватизацией. Ей заниматься будет все равно. Инсайдеры будут стараться делать и будут приватизировать по третьему тому капиталу. А все думают, что будут идти по первому тому капиталу. Теоретическая ошибка. Второй момент. Всегда в этих случаях, когда я абсолютно убежден, что надо делать опору на развитие инициативного предпринимательства. Мои первые деньги я заработал в Всемирном банке. Я делал анализ белорусского предпринимательства по структуру содержания. В белорусском предпринимательстве было два основных течения. Первое. Это номерклатурное предпринимательство, которое делалось под крышей, через детей, ну, там и прочее, прочее. И инициативное предпринимательство. Куда ушли люди, так сказать, там, ученых, у нас было 100 тысяч в Академию, у нас стало 42, ушли, так сказать, там, студенты. И все равно было массовый такой порыв. Их, конечно, зарезали, зарубили, так, в отличие от Китая. Но на сегодняшний день не надо стрессоваться, не надо бояться, что у нас есть крупные предприятия, которые там плохо работают, требуют денег. Вообще оставить их, вот есть правительство, да, в правительстве аэроинженет, вот оставить эти предприятия. Говорят, ребята, что хотите, то и делайте, да. А мы будем заниматься, вторая часть, или первая часть правительства, мы будем заниматься созданием эффективной конкурентной экономики, построенной на частном секторе, построенной на частной институте, построенной на совершенно новой конструкциальной схеме. Это будет называться новая экономика, интеллектуальная экономика. Это ТИИ-производство, это роботы, это электротранспорт и IT. Вы понимаете, нельзя, вот товарищ Сталин, чем он был хорош, он понимал и чувствовал, что самолеты, да, должны быть, авиация должна быть, да, танки должны быть. Товарищ Сталин, между прочим, это был, ну это не мое мнение, Яков Кельмин, что был единственный политик, который думал о народе свое. И до сих пор такого политика нет. С издержками не считался. Не, ну хорошо, хорошо. 50 миллионов за тягачек, ты скажешь, кто-то думал. Да, но это думал. Мы бы так не могли говорить. Можете, можете что хотите думать, говорить, но есть только два человека. Это Адольф, который за 12 лет, с 1933 года по 1945, сделал дороги, сделал ракеты, сделал атомную бомбу. И если Александр Григорьевич, который 25 лет сидит, тут лопатой копается, ничего не получается. Ни та лопата, ни сетана. Есть еще Путин, который копает. А Путин, майор Путин, майор Путин, понимаете. Это когда, я помню, встречался с своими коллегами, они говорят, мы тут работаем с ясновидящими, это где-то было в 89-м год. И нам ясновидящие сказали, что будущим президентом после Ельцина будет офицер, званием майора, подполковника, без волос. Но это будет отставной офицер, отставной майор будет. И как все мои российские коллеги, как они все смеялись. В России, чтобы майор стал президентом, отставной офицер, это же не босс. Окей, вы не проекты, которые... Да, мы предпочитаем в годы. Я не могу с подлежением. Я не могу с подлежением. Я отвечу просто от того вопроса, что за чувак. Без финансовой поддержки. Без финансовой поддержки. Я согласен. То есть, вы предполагаете, ваша схема, как Алексей Петрович написал, работает только тогда, когда реально перекроет бюджет. Когда статей госпрограммы там нету, никто никакой оперативной помощи не получает, никто никакой аренды административной льготной не пользуется. То есть, грубо говоря, ваше предположение предполагает сначала совершение достаточно серьезных, фрадикальных изменений в законодательстве. Вопрос следующий. Мы практикуем. Я не согласен с Иваном относительно того, что он сказал в целях. Мы не можем целеполагать за президента. Но не можем сказать, что ты не того хочешь. Но если он хочет стоять тысяч миллиардов долларов, ты используешь инструменты разные для того, чтобы показать, что для того, чтобы этой цели добиться, все нужно сработать по-другому. И вот, смотри. Первый аргумент в пользу того, что он может подвинуться сам из этих схем и подвинуть всю ингредиентуру. Потому что, например, Минздравдей. Человек 20 лет устраивал вот такую систему монопольную. Все блоги из вас знают, что это такое. В конце концов, он получил гигантский коррупционный скандал, эффективность, все это разрешение. И он, наверное, начал думать. Блин. Слушай, монополия была? Была. Полный контроль был. Был. Регулируем цены, рентабельность, стендеры, импорт. И сработало. Люди просто гигантские, просто противоположные. Смотрит на строительство. Каждая вторая организация убыточна. Смотрит на сельское хозяйство. Утопили 60 млн долларов. И он как CEO ЗАО «Беларусь» думает, что система не работает. Да не думает он. Не думает. Я задаю вопрос. Является, могут ли коррупционные скандалы, цифры, связанные с субъектами, требования внешних кредиторов, нефтяной маневр. В целом, подтолкнуть руководство страны к неким изменениям, даже не меняя политическую строительство структуры. Вань, там. Потом. Да. Это может быть таким фактором, который каким-то образом повлияет, но не глубоко. Но, с моей точки зрения, вот какие-то внутренние катаклизмы, как это случилось на примере в прошлом году весны. Турнияция. Турнияция, да. То есть это скорее будет являться таким движущим фактором. И вот наша какая-то такая небольшая ошибка в том, что мы всех людей, особенно во власти, мерим по своему критерию мышления. Но, к сожалению, не думают они об этом, когда я слышу отчеты правительства, но я хочу жить в той стране, за которой отчитывается правительство. У них лентабельность продаж средней по сельскому хозяйству 17%. Некоторые продукции доходят до 23, до 26. Ну, где? Где? Статистика официально говорит, через год вот... Понимаете? Иди, иди, иди. Иди, иди. Иди, иди. Иди, иди. Я хочу жить в этой стране, в которой докладывается тот же Жарков, который не знал о коррупции в Министерстве Драконии. Потому что у нас замечательно развиваются транспортологии. Потому что там президент вчера открыл там Бомельский центр. Но никто же не думает о том, что мы приняли закон о государственном счастном партнерстве, который должен способствовать развитию бизнеса. Но любой бизнес, который придет, скажет, ребят, подождите, вы сами... Мне для того, чтобы получить разрешение, надо согласовать там 5-10 министерств. Да и он плюнет, уйдет туда, где надо получить одну бумажку и прикрепить деньги, и тебя... То есть твоя точка зрения будет катализатором или нет? Оно может явиться катализатором, но не таким сильным, как кризис внутри страны. Николай Александрович. Вот такая деталь сейчас. Убытки создали специальный фонд. Убытки сельскохозяйственной организации туда аккумулируются. И создается новая площадка. Начинается работа. И я только хочу сказать, что ты скажешь. Если ты хорошо сработаешь, выполнишь бизнес-плат, мы тебе по факту дадим 25% акций. То есть мы тебе передадим их управление, собственность. И это не собственность. Акционер. Ну акционер, но это он уже реально, то есть это уже часть своей территории, основных фондов. Он будет управлять, это будет его. Да, акционер, да. Да, и другой за мной было сразу отдавать. Это подмена понятий. Это подмена понятий. Ну опять-таки такой же принцип применяется и в Китае, и в других европейских странах. Здесь тоже ничего не запрели. И это все действует. С вашей точки зрения катализатором будет или нет? Катализатором уже является, потому что если приняли даже такое решение, что оно было принято решение, сразу бери 20% акций и управляй, и получай дивиденты. Это говорит о том, что все равно эти механизмы, о которых здесь все говорят, они действуют. Медленно, медленно на них жить, потому что иных вариантов разрешения вопроса не предлагается. Если кто-то предложил иной вариант, вот вчерашняя встреча, это и есть попытка иного варианта создать крупную государственную корпорацию, которая будет работать на международной рынке. Цель-то какая? Международная рынка. Не внутренняя территория, а международная рынка. Ситик работает по всему миру. В том-то и дело, что у нас мы подменяем цели. У нас как у власти цель заработать денег, а не делать структурные изменения, которые привели к тому, чтобы эти деньги зарабатывались и создавались по особым. Какие предпринимаются? Да, поговорим про 25 лет, когда там или Мишак сдохнет, или Мишак, или все таки. Лёня. Да. Спасибо. Я уже написал книгу, первый том по этой методике. Хочу вас познакомить со знаменными типами бизнесменов. Это прирожденные предприниматели, их очень мало. Это вынужденные предприниматели. Не в хорошей жизни, да? Это случайные предприниматели. Задача инфраструктуры поддержки предпринимательства, чтобы их стало больше. Чтобы они перешли и работали устойчиво, развивались, передавали бизнесы своим детям или продавали, чтобы было меньше ликвидации. И вот это чиновники предпринимателей. К сожалению, таких большинство. Руководители государственных предприятий или замминистра, который руководит Джили. Это лажа. Этого нет в Китае. Да, Леонид Фёдорович? Почему? Есть. Нет, я объясню. Это лажа, потому что их задача – это рабочие места. Их задача – это налоги. То есть, это никак не вяжется с экономической эффективностью. То есть, их задача – освоение бюджета. Их задача – освоение бюджета. То есть, те деньги, что им выделили, они не делают исследование рынка, они должны сделать модернизацию. Их задача – это трудоустройство родственников, чиновников. Ну, там сидят, с одной стороны, родственники чиновников, с другой стороны, смотрящие, которые докладывают, куда надо, что там что-то не то происходит. И пока руководитель предприятия делится с кем надо, ничего не происходит. Как только посчитали, что он мало поделился – коррупционные скандалы. Что-то действующие приниматели… Менешиваются, устанавливаются. И вот это тянет на дно всё. Оно зачеркивает. То есть, это не даёт нам перспективы. К сожалению. Мы так будем бороться бесконечно. Что понятно? Так, опять, ответный вопрос. Будет, когда ли, надо обедить? Что, знаете, сейчас у нас Нездрава, АПК, Состроительство… Но вы имеете в виду проявления будут? Ну, там, вот, Брославский райисполком, то же самое, там, коррупция. То есть, такое ощущение, что каждый день у нас коррупция, коррупция, коррупция. Вот этот такой информационный хайп – это просто, ну, реально, может стать тем фактором, когда лучше раздуматься. Хорошо. Ну, я президент – нормально. Я всё контролирую нормально. Освоение ресурсов – это нормально. Но система-то не работает. И, понятно, что дело, что он не прочитает ничего очень третий в том капитала, ни человеческую деятельность, ничего не прочитает. Он просто думает о том, что у него есть три сына, у него есть большая семья, у чиновников есть тоже дети. У больших этих бизнесменов, там, 55-60 плюс, тоже, как бы, ну, 10-20 лет ресурса. А дальше? Только электронное правительство. Замена электронного правительства на электронное и всё. Да, ещё с белой краскат. Ле Фёдорович. Ну, как-то я работал в Берлине в поисках больших заходов. Работал в университете в Берлине. Там зарплата была, это в советское время было. Зарплата была, по нынешним терминам, достойная. Вот. И возвращаюсь я в Минск на поезде через Брест. И где-то месяца три не было. Смотрю, пошёл выпить кофе в Бресте, там телевизор включен. И мой коллега, профессор Кунямский, Макс Самуилович, мы с ним хорошо были дружны, он говорил такую фразу. Вот сейчас мы ведём возрасчёт по второй модели, и у нас экономика заработает по-другому. Я грохнулся под стулом, и как это вот страна, вот она какая-то наивная. Сейчас мы введём какую-то вторую модель, возвращаем её, ввели, и ни хрена не получилось. Давайте третью введём, четвёртую. Значит, чтобы Лукашенко это не беспокоит, поверьте. Тем более, он сказал, что с вами одни и те же книжки читал. Надо обсудить, Викторович. Какие вы книжки читали? Я читал. Я читал. Единственная книга, которая... Вот. Ничего не изменится. Ну зачем меняться? Здесь, возможно, два момента. Первый идёт генерационная ломка. То есть, Лукашенко пенсионер и его вся команда пенсионеры. Они пришли. Они нифига не получили. Калийный комбинат не разделили. Мозырский не разделили. Ну что вы, дети говорят, папа, ну что вы делали? Где мой калийный комбинат? Где мой калийный комбинат? Где мой калийный комбинат? Вот это есть прихватизация. Да. Почему не сделали? Понимаете? А они себя думают, ну, сыночек. Ну, я же не такой вот. Я заботился о Беларуси. Беларусь тоже так ничего не сделала. Поэтому либо генерационная смена будет. Генерация другая. Придут махальные, длинноногие, красивые, умные. Продолжайте. Да. Я записываю. Вот как здесь. А, кстати говоря, когда Дэн Сяопин начинал реформы, Китай никогда теоретически особенно не спорили. Они дали указания, партийные органы, секретарии, окружные инспекторы, рэком партии, рэком партии. Создашь три частных предприятия. Они отправили коммунистов создавать частные предприятия. Горбачёв дурак просидел. Он думал, что можно делать так вот и так. Кстати, раз Горбачёв встречался со мной коллегой, Игорь Михайлович Иосифов, известный экономист, московский университет, был директором центра общественных наук Горбачёв. Игорь Горбачёв рассказывал часа три о том, что надо делать. Какие вещи, какие-то в сферах. Регнули, что Игорь Михайлович. А он меня потом спросил, а кто это всё должен делать? Ну и всё, после этого стало понятно. Ребята, наши интересные. Друзья, обжекции, встречания, вопросы. Либо это внешний фактор. Просто придут другие ребята и, так сказать, сделают. А мы посидим. Короче, Иван Клаф. Работает паровоз, идёт и будет идти ещё. Ну, как будет. И портить экологию. Человек хочет других результатов, не меняя при этом привычные паттерны действий. Как говорил Эйнштейн, делает то же самое, ожидать других результатов безумие. Мы просто говорим о банальной некомпетентности, необразованности. Мы их же поменяем понятия. Я не считаю, что там Лукашенко, или Сидорский, или не Сидорский, или Масникович. Вдруг они как-то одну по другому будут думать. Я всегда скажу, как представление о понимании их интересов. Человек, кто у нас был? Например, Аверианг. Был бизнесмен. Такой большой, мощный, богатый. Такой всё. И где он сейчас? Евро. Грубо говоря, неужели... Нет, в Европе там как-то вот... Закрывается. Неужели хочется того же и тот же числа? Богатый человек в топе. Раз. Я не к тому, что он будет там детствовать и всё. Вопрос статуса, психологического, непотеряльного актива, который есть здесь. Вот неужели даже вот... Лукашенко или всё правительство наше. Вот будет им 70+, да? Он приходит и говорит, ну мы будем бороться за то, чтобы зарплата была 502 доллара в месяц. Ну блин, ну это просто... Цель, полёт вообще такой, знаешь, какой-нибудь там из богушёвки. Да? А как сделать так, чтобы, например, у них проснулось хотя бы спрос на некое другое там целеполагание? Вот самая главная. То есть нам всем и так надо, чтобы... Да, да, да. Валерий Игоревич, да. Можно это? Конечно, конечно. Да, да, да. О! 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 Смотрите, давайте вот так разумыуть. У нас есть начальник. Насяник. Насяник. Он продавит планёру и говорит, мужики. Извините, что вы будете... Мужики. Есть такое начальник... Задание. Центр... 100... Миллиардов... Какому-то сроку. Задание. Вот, что это... Улучшили заданную, пошли выполнять. День квадратик, второй квадратик. Один я не рисую, второй ставлю большую знак. Это мы. Сколько такую цифру мы готовы сделать по заданию начальника? Это первый вопрос. А второй вопрос. Начальник сказал, что будет создавать государственную корпорацию. А то возглавляет негосударственную корпорацию на нормальных бизнес-принципах. Где у меня, у моей семьи будет ноль, 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 ноль. Одна десятимиллионная. Одна десятимиллионная. Одна десятимиллионная. Но, по-честному, эта акция будет стоить денег. Ну, проще, там, господина мошенства будет 5 процентов, 15 или 25 процентов. Но мы по-честному, да? Мы на этих разных принципах. Так скажите мне, о чем мы обсуждаем? Сколько мы вот эту цифру называем, да? И до тех, поймите, я просто скажу, до тех пор, пока человеку на привычном языке мы не скажем, что мы в его плане занимаем вот эту цифру, послушать никто не будет. Ну, все. Ну, хорошо. Владимир Ильич, вопрос тогда. И вам, панелисты, дорогие. Вот это, я так понимаю, частный сектор, да? Сегодня, да? Ваша оценка. Сможет ли госсектор вот без этого сделать это? Нет. Нет, конечно. Как мы как раз… Это вся фишка. Мы должны честно сказать, что, ребят, мы сделаем 5 процентов, 10, 20, 25 процентов. Вы, на самом деле, подтверждаете мою гипотезу, да? Что вот эта, да, вот та задница, которая у нас есть, да? Поблудит президента… Нет. Ничего не важно. Вызовет он Садовского. И он Садовский ему скажет. Серьезно. Для того, чтобы сделать это, вы… Заика сказал, что нельзя трогать… Правильно сказал. Создайте условия для этих… Нет. Не надо создавать условия. Не надо создавать условия. Не надо спросить. Пред금, хотя бы… Не надо создавать условия. Надо самим сказать, что мы готовы в этой рамке, в этих рамках, сделать вот столько. Мы готовы прокопаться. А я готов кращений за это. И у нас Вася, главный… А тем какой, мы смотрящие. Да по сравнению. Он да, тем кто почему… Васяка. Лукашенко ему сказали, мы можем сделать, если будет деловой климат, он сказал, не вопрос, Садовского позвать, этого позвать, собрались, но он работает с привычными мышцами, до тех пор, пока он не может разговаривать с Васей, мы масса, мы биомасса, он выделяет из этой биомассы, что Садовский, Садовский по росту, выше меня, Садовского сюда, много, Садовский по росту, и但 Вон, вообще, ты на пиаре名呼 spike. Извините, я на фракете приблизилась, как стоит система, брали группу, брали, допустим, экспорты ВП, которые осматривают, кто это обеспечивает. И выходили, что в республике 15 предприятий, которые это объясняют. А остальное там начинается, степень погрешности пошла. И поэтому, естественно, такое существовало отношение. Но время идет, ситуация меняется. И то, что раньше, как в Минске, 10 предприятий, самые крупные налогоплательщики. Там Делатрансгаз, там ДТТ, 10 организаций. При том, что в городе находится 42 тысяч юридических лиц. 10 юридических лиц формирует 60% у бюджета города. Вот и поэтому, например, привезка, привезка, привезка. То есть ситуация меняется. Значит, эти 15, которые давали львиную долю, а их доля уменьшается. А вот такой вопрос, чем это восполняется? Налоговый маневр в следующем году уже в бюджете 20% акцизов меньше. То есть куда это? То есть бюджет недополучит. То есть это не получит, недополучит школа, да? Бюджет-программа, да. Да, недополучит. Бюджет-программа это хорошо сидит. Нет, ну ладно, дело не в этом, но недополучит. А чего возмещать? Значит, поэтому к нам украли 1742 проекты, которые закладываются, потом их умножаешь там на вложения, это механическая такая... То есть не получаешь 600 миллиардов... Музырь такой. 100 миллиардов, да. А потом те же люди, которые сами начинают говорить, что это на самом деле не проект, не бизнес, ладно, потому что мы, как это все реальность, да. И поэтому отсюда вопрос, что одна составляющая, надо создавать музыкарпулину тоже. На один день, три часа. Хорошо. То есть эти специальные изменения, они должны дать возможность, чтобы сам по себе, как джентгер, валяну зачистите и все выразить. Все выразить. Удобрить надо, удобрить надо. Удобрить надо, у тебя добре надо сказать. Есть изменения, да. Поэтому отношение к второму квадрату, и поэтому сегодня отношение к второму квадрату, оно будет каждый день меняться, меняться, меняться. Дай бог, что я... Нет, так это не будет выполняться первая задача. Друзья, спасибо большое, Владимир Владимирович. Когда мы говорим о частных, вынужденных, которые появились, мы должны понимать, кто они будут, что я имею в виду. Подпринимательство везде в мире, это основные ремесленники. Это кто, кто ремонтирует квартиры, делает полы, делает какие-нибудь изделия и так далее. У нас сегодня политическая ситуация с подготовкой профессиональных кадров. Поэтому у меня в рамках вопросов приватизации, и вопрос Николая Александровича, вот о, скажем так, вам независимых взглядах. Значит, я не понимаю, почему мы сегодня, или почему господинсполком, не избавиться от этих активов, видя систему профообразования, лицея, колледжа профессиональных, и воздух. Не трогайте воздух пока. То есть, когда сегодня частый бизнес, в принципе, готов под себя, готовить кадры по своим заказам, брать на практику, тогда на практику брать, когда у него нужно, а не тогда, когда, когда, говоришь, комитет по званию решает, когда люди все должны в апреле, и сегодня абсурдная ситуация, когда немецкий инвестор привез в Белоруссию европейское первенство по укладке паркета, когда я выступаю на комиссии по иностранным инвестициям, до новых профессиональных кадров, где Алгусинский и Бобуш, бывший сообщество прочитателей, я объявляю, ребята, мы, немцы, привезли к нам европейское первенство по укладке паркетов впервые истории постсоветского пространства. Замец отвечает, прекрасно, этого нет в плане. Мы не можем нас поддержать, не можем. Я говорю, подождите, у нас же поддерживают образование моего располкома. Он говорит, это для нас ничто. Это ничто, у нас система образования. Поэтому вопрос такой, почему мы не даем права создавать частные учебные заведения и избавиться от этого. Александр Ильич Федорович не работает в органах на государственной школе. Леонид Федорович, вопрос, почему того, как он это вести. Я понимаю, Леонид Федорович, рефлексия продвигает. Ну, вы знаете как, у нас всегда в стране хватало дураков. У нас 100 лет вперед. Я был проектором института высшей школы и я помню, что одна наша коллега, женщина прибегает, Владимир Федорович еще знает, мы называем ее «Отковь из политики» по специальности и она говорит, давайте будем зарабатывать на образование, давайте будем делать рыночное образование. У меня первая реакция была, ну же ты как раз, боже ты мой. если мы переведем университеты на рыночные принципы работы, то мы будем производить большое количество неучей, так сказать, людей третьего сорта. Не трогайте университеты. И перевели и сделали то же самое, что вы говорили. Вот, университеты это создание интеллекта нации. Они не могут быть рыночные, никогда. Только у дураков могут быть. Они создали коры. Я вот делаю. профессионально. Ну все равно. И нет, академически такая. Я скажу, не волнуйтесь, так сказать. Партия шабейит. Теперь то, что касается профессионального образования. Оно необходимо, оно должно быть деприенцированным, оно должно быть многовекторным, оно должно быть частным. Если, скажем, союз предпринимателей столичный создаст две школы уплачевых паркетта, это будут школы индивидуальных предпринимателей, там будут читать векции романтичный Романчук, который будет рассказывать, что благодаря имбук построенное новое светлое общество на 100 миллиардов. Светло-паркетное общество. Половое общество. Половое общество. Нет, здесь, вы знаете, вот здесь вот то, что касается этих моментов, у нас, в принципе, в стране имеет эффект горе от ума. Знаете, все решили, вот все надо делать так, как учили где-то в 812-м году, да, не трогайте, образование частное, хотите, пожалуйста, профессиональное образование, ремесленное, вот, дальше что, то, что касается вложений в образование, то вкладывайте деньги, если вы считаете это выгодно, а исполком городской, он сам пойдет туда учиться, то есть лучше выкладывать паркет за 2 тысячи долларов, чем за тысячу долларов сидеть в этом помещении без воздуха. Вопрос в следующем, вопрос в том, что Иван говорит, если бы дали свободу выбора, свободу входа на рынок, это одно, они же не дают, они держат. Кто? Министерство образования. Министерство закрыто, что заплатили. Я бы не про образование, а про имущественные отношения. Пускали, не пускали, как, допустим, этот союз находится на земле Кровича. Это здание, которое когда-то вошло в систему управления делами президента, в тот период, когда зданий не было. Это было, можно сказать, такое приз, козырное место, потому что вход в метро, центр города, значит, прошли годы, зданий стало много, офисов стало много, сегодня половина зданий не сдается в аренду, здание хереет, потому что нет ресурсов, а в тот момент, когда нам нужно было продавать, надо было продавать. Ну, то есть тут тоже сейчас поймали в ловушку эти вот имущественные отношения. Тут надо было вот сегодня, еще не сложно, сбрасывать, конечно, коммунальному хозяйству, к тому же, уходными делами, эту собственность своих ключей и отдавать, формировать этот рынок имущественных отношений более широкий, более полноценный, это тоже даст привозную цифру самой по себе. Поэтому это надо делать и делать. Жел веселый осел и печальная ослица. Ослица несла на себе два мешка. Один маленький, второй большой. В маленьком. Значит, там сидел высоко Филин, и Филин спросил, что вы так устали, что несете, осел сказал, да, на рынок едем в маленьком мешке у нас зерно, а в большом что? Ну, там песок, камни для равновесия, ну, иногда что-то попадается. Говорит, так зачем нести второй для равновесия, но он же больше. Вы должны избавиться от второго мешка, от содержимого, и распределить первые пополам. Кто ты такой? Вот кто мы такие? Это первый вопрос, чтобы нас слушать. Действительно, авторитета у нас маловато. Что этому поможет? Онлайн образование. Сегодняшняя система образования, я, как Владимир Николаевич, я не знаю, с какого вы, я с 2000 года председатель комиссии в четырех учреждениях образования. Я вижу полную деградацию маркетологов, экономистов, менеджеров и так далее, и так далее. Эта система уже изжила себя. Туда приходят люди платно-бесплатно ради корочки, чтобы устроиться на какое-то место. Эта система должна быть ликвидирована. То, что я имел в виду, когда говорил, что надо вузы наших ликвидировать, потому что наши вузы себя изжили. Просто вот подтверждение, Владимир Николаевич утром приехал, он уже в БГУ. на входе никуда есть. Это вы мне представили. Владимир Поплыка сам скажет, как вы спросите. Ну, уважаемые коллеги, мне приятно посетить ваше мероприятие, летнюю школу. Я тоже был участником некоторых школ, но тем не менее, ситуация сейчас такова, что все-таки не в зависимости от ситуации, я постараюсь бывать на летних школах, чтобы ощутить его атмосферу, обстановку и так далее. Но в настоящее время я работаю в Зарусском государственном экономическом университете, доцент, кандидат экономической науки и кафедра называется наша экономическая политика. Подумайте, экономическая политика, наверное, в республике единственная такая кафедра. Мы обучаем... про уровень, потому что люди прокомментируют, что очень интересно. Да, и мы готовим специалистов. Ситуация крайне непростая, очень непростая, по той причине, что приходят студенты, вроде бы, с какими, вернее, обитериенты, приходят с какими-то баллами, мы учим экономической теории, а потом на выходе смотрим на результаты диплома и так далее, и так далее. Очень все непросто, я вам хочу сказать. Мотивация студентов меняется, мотивация у преподавателей тоже меняется, но, что я вам хочу сказать, конечно, ситуация выходит под контролем, нужно что-то делать с нашими образованием экономически. Тогда что? Он говорит, закрыть ваш вуз. Ну, закрыть... Понимаете, в чем дело? Я подписаться, я не говорю, что... Закрыть... У нас учится 16 тысяч. Десять лет назад у нас 25. Столько экономистов, конечно, не нужно. Нужно переходить на качество. Качество есть, молодцы, качество есть. С качеством есть. Ну, давайте мы прокатимем, где-нибудь мы говорим про малый, средний бизнес. Ребята, про строительство, и все. Сегодня в Минске некому делать сабтехнику, некому лошить плитку, башню. Давайте мы будем прокатимем, мы говорим о том, что... Мы говорим о том, что... по очереди, по очереди, по очереди... Я единственное, в процессе обсудения, мне очень понравилось... Внимание, 5 минут еще и заканчивается. Мне очень понравилось. Я... выступление Вани Садовского. Единственное, я хочу напомнить еще один такой момент. Есть социальное ироничное хозяйство в Германии. 45-й год, все разрушено, тем не менее, была концепция, как реформировать, преобразовать юнгерскую, фашистскую экономику. Просто экономику, которая будет работать. Были люди, которые написали эту теорию, да, были лидеры, эрхов, и были, я прошу прощения, чиновники, которые взялись реализовывать эту программу. И в Германии... Опять произвели же Германии фашистского диагноза? Да, это обсуждало и последнее, здесь не прозвучало практически концепция слова о конкуренции. Она немножко трансформировалась в то, что типа предпринимательства, свобода, ну есть институциональная основа, значит, свобода, конкуренция и в данном случае частная собственность. Все, спасибо. Пойдем, академия Айдия, академия ДИСМА, нет, это так нельзя делать. Все, Все, я с диктатурой. Вот так. Никаких, вот так. Главное, что я хотела сказать. Дайте голос депутату. Потом, типа. Потом каждый из паналистов имеет две минуты и заканчивается. Давай, что, раз, два. Я, как раз, не могу. Значит, у нас, естественно, у нас хорошие цели, да, и правительство, и президент ставит хорошие цели, у нас там громает их реализация, да. То, что говорит вот Иван, да, проблема именно в том, что у нас, например, есть система этого обязательного распределения, которая абсолютно не запрашивает потребности экономики в тех или иных специалистах. Вот, и, знаете, есть старый сервис линдок, когда говорит, что не кран надо менять, а всю систему. Так у вас, у нас, наверное, пришло время менять систему. У меня там, ну, чуть-чуть краники, там, либо паркет, либо сантик. Нет, мы должны, в принципе, сказать, что сегодня у нас экономика требует 100 паркетчиков, 100 сантехников и только одного экономиста. Значит, мы должны готовить 100 сантехников, 100 паркетчиков и одного, или, может быть, 0,5 экономиста. Но хорошего. Ну, качественного. Да, а не то, что сейчас. Спасибо. Какой у меня вопрос к капсимоналистам. Я хочу. Попробуем поддержать. Смотрите. Вот если в понедельник, значит, господин, я не знаю, кто там, ну, премьер-министр, да, приходит к президенту и говорит, что вот по китайскому опыту белорусский СИТЭК, мне нужно всего лишь там 50% акций МАЗа, Белаза и Калинников, Биллиард долларов, и мы повторим опыт. Вот комплект документов. Ну, СИТЭК повторяем китайский. Вот даже сказали. Вот папочка документов. И вторая папочка документов приходит корягин и говорит, мне нужен возможность раз в неделю вам докладывать и право вето защищать предпринимателей, которые растут. Только хороших, только те, которые растут. И вот папочка документов, ну, моя инструкция, даже не я, вот пускай ладучка приходит раз в неделю, человек, которому вы верите, и будет защищать просто только ростки вот эти. Как вы думаете, есть шанс вообще вот с этой повесткой дня туда войти? Вот, ответьте этот вопрос в рамках своих двух минут. Ведешься начинать, потом Леня разорачат. Важда, генералов присвоили, пистолет дали. К чему виску пистолет? Оружие. Две минуты, последний фиксер. Не, ну, я хочу сказать... Право на ношение оружия есть, оружия нет. Хорошо, подавите. Я хочу сказать, что многие... Многие вопросы, которые мы обсуждаем, они уже теоретически решены. Здесь просто у вас идет такая экспликация. Вузовская система готовит заказ. Это все не нужно. Какой заказ? Если я нормальный, я нормальный вузик. У меня будут крупные фирмы. Крупные фирмы идут ищут студентов с первого курса. Уже ищут даже гимназии, школы. У меня проблемы не будет с распределением. Какое распределение? Я был студентом на третий курс. Мы сказали, слушай, сдай-ка, пойдешь сдавать экзамены кандидатского минимума на третий курсе студента. Вот, поэтому, да, отыскивают, работают паркетчиков. Да, мы подготовим 226 тысяч паркетчиков для всего мира, включая Антарктиду. Это надо делать. Вот, абсолютно. То есть здесь вообще, если посмотреть, если люди умные собрались вот в этой комнате, то надо давать профессионалам определенные функции, которые вот это все делают. Лукашенко приглашает на совещание, речь шла о денежской политике, это был смешной случай, и спрашивает глава Натбанка, насколько надо деморевировать белорусские люди. Прокопович был? А? Прокопович был, да? Глава Натбанка. Обидникова была, девушка была, вот, да, и, ну, наверное, процентов на 10, на 15, там, или что-то еще, вот, премьер вместе, на сколько надо, вот, тоже там, ну, 16-17, вот, ну, Леонид Ильич, а вы как считаете? Я говорю, на 14,2 процента. Вот, видите, профессиональный ответ. Вы же понимаете? Спасибо. Скажите, пожалуйста, кто из вас понимает разницу между центрами поддержки предпринимательства и бизнес-объединениями? Поднимите руку. Мало. Или с инкубаторами? Да, инкубатор это другое. Это другое. Я могу сказать, что из вас кое-кто, хотя вы профессиональная среда, у нас в правительстве за столько лет не понимает, никто, к сожалению, центры поддержки предпринимательства это такие организации, которые за счет бюджета, это практика общемировая и российская, помогают начинающим предпринимателям, но не всем, уязвимым категориям, стартапам, женщинам, сельской местности, выращивать бизнес. У нас этой системы не построено, потому что у нас правительство занято налоговыми консультантами. Вместо того, чтобы упрощать административную процедуру, ввели новый институт, разрушающий бизнес. Сегодня предприниматели во всей стране должны будут нанимать налоговый, малый и средний бизнес в сельской местности должны будут нанимать налоговых консультантов по сумасшедшим ценам, чтобы они им сдали отчеты. Изучайте законодательство. Они не смогут представлять в судах, только адвокаты, теперь налоговые консультанты, юристы, хозяйственники не смогут. У нас тотальная некомпетентность, поддерживаю Леонид Федорович, когда нас не слышат, с нами не разговаривают. Так вот тут ответить на два вопроса. Ну что, Ваня, как? Вот если придет Кобяков... Лаучки СИТЭК или... СИТЭК, он как бы не имеет шанс. СИТЭК это лажа, полная лажа. Значит, без объяснения, лажа все. Что у нас, наверное, наша задача должна быть для того, чтобы пришел и Кобяков, и Ладуська, и Корянецк, и послушали Корягины и Ладуська. Вот наша с вами задача сделать так, чтобы слушали не Кобякова. Аж слушали нас. Вот это наша задача. Они хотят чем-то большим решить, друзья, про себя. Спасибо, Владимир Владимирович, еще и будет начать. Очень рад. Друзья, все мы любим музыку, мы часто говорим, вообще, правительство сегодня пожарная команда. Действительно, там стратегии пишут, но они исполняются, и кто не знает. Инструменты, которые мы владеем, смотрите, поддержка предпринимательства, центры, инкубаторы, технопарки, да никто их не знает. Спросите любого министра, больше половины. Я каждому министру задавал вопрос, что такое форсайт, вы знаете? Никто не знает, что такое форсайт. Кто знает здесь, что такое форсайт? А форсайт они знают. Форсайт. 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 Да, вот он. Федерик Форсайт. Что мне в этом? На разные идеи, чтобы работал оркестр, оркестр, музыка, мы все любим музыку, и знаем оркестровую при каждом году. Вот, и есть джаз, так? Есть музыка по нотам. Фингер умудряется играть джаз по нотам. Это не джаз. Владимир Евгений. То есть там, если нет какого-то инструмента одного, вдруг там скрипки, волторны, заболеют, там их нет, уже нет этого оркестра, партитура не работает, и дирижер не справляется с функциями. И другой джаз. Да, там нет саксофона или какого-то, их шесть человек, но друг друга перестраиваются, импровизация идет, и идет прекрасно. Играя вас всех, приглашаю нас 1-го числа и конца августа, при этом американские джазмены. Вы видите, как происходит. Музыка рождается на сцене, на сцене, и зал в этом участке. Все. И все выходят невероятно одухотворенные. Нам необходимо вот это. Мир сегодня меняется. Фирма живет 4,5 года. Электоральный цикл чиновников 3-4 года. Либо наверх, либо в тюрьму. Вот. Вы-то отлично знаете. Либо в капот. Да. Поэтому, безусловно, владение инструментами и самонастройками. Сегодня саморегулирующаяся организация, саморегулирующее общество. Столько есть у нас потенциалей, активов, и тоже гражданских, и наши школы учебные. Я, последние годы, председатель ГЭКа, БГУ по менеджменту, политехнического, по бизнесу и технологиям, по печали философского факультета, университета культуры и искусств, и три совместных кафедры создали с университетом. Студенты, ребята, молодежь. Не плачьте, не говорите, не грешите на них. Великолепные молодые люди. В каждой группе есть 3-5 талантливых, целеустремленных. Есть болото, которым все кофе будет. Все как долго. И вот нам надо, нам надо, вот с этими людьми в первую очередь, они, кстати, способны зажигать других. Они увлекают потом других. Вот. Если мы с этими людьми нормально работаем, и не ставим перед ними барьер. Спасибо большое. Друзья, аплодисменты. Аплодисменты. Вы сюда, пожалуйста. Шанс есть всегда. Шанс есть всегда, этот шанс реализуется, я уверен. А задача вот сообщества, для того, чтобы те люди, которые ходят и формируют, а готовят папки, чтобы они слышали, а все равно на них это воздействие оказывают. Спасибо. Вы последнее слово, как догадываешься? Нет, все это. Это лучше всего, да. Спасибо большое, друзья. Спасибо большое.